Начальник УССН Олег Фомин подвел итоги мероприятий, посвященных освобождению города Азова от немецко-фашистских захватчиков, где состоялось торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. В свою очередь, планы на текущую неделю озвучила начальник отдела культуры Татьяна Бакуменко, которая сообщила, что 15 февраля в субботу состоится митинг у памятника воинам-интернационалистам, а также в преддверии празднования Дня Защитника Отечества поделилась планами, намеченными на этот день. Все это будет в рамках определенных традиционных торжественного вечера, с концертной программой и с вручением наградного материала. Сегодня я встречаюсь с действующей пограничной службой Стрельченко, мы с ним обговорим тоже, у него некоторые пожелания были по поводу данного вечера, и тогда я вам расскажу, может быть, они кого-то хотят наградить, тоже тогда все это оформим, организуем. Начальник управления образования Елена Мирошниченко отметила, что в школах продолжается наблюдаться низкая посещаемость. В связи с этим учебный процесс направлен на повторение пройденного материала. В среднем по городу 19%, то есть это средний показатель. Самый больший пик это в девятой школе, в школах 3, 13 и 14 в некоторых классах закрыли классы на карантин. И нас еще что выручает? С сегодняшнего дня все первые классы ушли на каникулы, то есть дети сейчас неделю будут сидеть дома. Я хочу сказать, что вот по информации мы мониторим каждый день эти данные школ, сейчас дети начинают выходить уже. Да, уже переболели, уже начинают выходить. Но новые темы не рассматриваем мы. Мы только даже если классы не закрываем, мы новый материал не рассматриваем. Главный врач ЦГБ Вадим Бритковский сообщил, что обращения родителей в детские поликлиники города снизились по сравнению с прошлой неделей. Что же касается взрослых, то из-за скачков артериального давления стационары заполнены метеозависимыми людьми. Стационары у нас в основном заполнены сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть вот эти вот качели, давление, которое скачет атмосферное, у нас достаточно серьезно отражается на людях. То есть забиты кардиология, забита неврология. На прошлой неделе достаточно резкий скачок смертности был, поэтому вот с этой точки зрения здесь больше погода оказывает влияние на самочувствие. На вопрос главы администрации об инциденте рухнувшего слоя штукатурки в детской поликлинике главный врач сообщил следующее. В 6 часов утра произошло замачивание штукатурки. Для того, чтобы она не обвалилась, ее оббили. Это в таком, как это сказать, предбанничке или пристройке 2 метра на 2. То есть никакая штукатурка на головы посетителей во время приема, как это было обозначено в средствах массовой информации, такого не было, еще раз подтверждаю. Шифер лопнул и в дождь произошло замачивание штукатурки. Демонтаж штукатурки потом продолжился еще в обеденный перерыв для того, чтобы не было риска обрушения. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо